Хей, ого, и с вами Шмяки, и мы продолжаем проявить руку под названием Dark Souls 2. Короче, я так подумал, давайте мы всё-таки... Что у нас вообще доступно? Здесь ничего, тут ничего, здесь тоже ничего. Тут тупик. Так, мы уже попали сюда, отсюда мы всё взяли, ну кроме там, где этаж был, и на крыше мне взяли две вещи. Это я вообще не знаю, холм грешников, есть там что-то или нет. Крыса-босс. Здесь мы всё взяли, здесь мы блутали всё. Подожди, а тот костер не сохранился, который около босса? Ладно. Побежали. Тогда могу локацию. Так, минутку. Так, всё туда. Побежали сюда. Так, у нас с вами две херовинки для разморозки. Так, мне главное, чтобы я не заблудился, я не заблудался. По идее, я видел там колокол, и вы видели горгулы летащие, они куда-то полетели. Скорее всего, там куда-то можно, да и попасть. Я помню чих-чих джеков. И вы видите, по трупам я тут уже был. Так, приятел, мне нужна твоя помощь. Я надеюсь, ты мне поможешь, да? Чё, ударюсь? Сорян. А пускай он мне ударит, я хочу посмотреть, что мне дадут отравление. А я... Так, и там что-то выпало с челиками. Копьём. Снаряжение, оружие... Ой, нужно точно будет... Позакидывать все вещи в этот, потому что не мешает мне. Здорово, челик. О, это НПС. И девушка НПС. Спасибо. Спасибо. Меня превратили в камень. Не могу поговорить. Погоди. Не уходи, прошу. Один момент, пожалуйста. Кажется, мне лучше. Нет-нет-нет, мне правда лучше. Я в порядке. Меня зовут Роза Бет. Большое спасибо за помощь. Ох. О, так это же тот странник. Я до сих пор не отблагодарила тебя. Что ж, я немного разбираюсь в пираманте. Слово... Не примешь ли ты это в знак моей признательности? Радужный камень. На меня навали, и я превратилась в камень. Кажется так. Я обязана тебе жизнью. Если бы не ты... Как стыдно. Я одета в какие-то тряпки. Мне не хотелось бы... Обузой, ведь тебе и так пришлось спасти мне жизнь. Но... Ты только взгляни, моя одежда разорвана в клочья. Может, ты и подержишься со мной чем-нибудь? Мне все подойдет. Все равно, что тебе не нужно. Я не особо... Придержчиво, когда речь идет о поддержке. Подойдет все, что угодно. Просто... Положи вещи на землю. И переоденусь позже. Давайте королевский мечник. Заплеченого. Отдать снаряжение уже не забрать. Да. Купить предметы. Опа. Повышать защиту от огня. Кольцо грома. Повышать защиту от тьмы. Маленький... Синий плод. Желтый плод. Оранжевый плод. Огненное семя. И магия. Что ты даешь? Крошечный огонек используется для усиления пламени пера. Значит, неинтересно. У меня есть свой учитель. Его зовут Карлион Фолф. Он знаменитый маг из Мельфи. Моего родного города. Я была просто очарованной магией. Дело в том, что он просто... Ну, просто невероятный. Когда он решил пойти в Дранклик, я не могла отпустить его одного. Но потом мы потеряли друг друга. В самом начале путешествия. Я несколько... Так, неопытно. Скорее всего, Милорд просто сбросил меня. Но, как ни странно, когда дело доходит до пиромантии, я быстро учусь. То, чем мы хотим заниматься, не всегда совпадает с тем, что мы умеем. И почему я не могу сосредоточиться на том, что мне действительно нравится? О, мне не сняло быть такой разборчивый. Скорее всего, не мое дело. У меня есть свой учитель. Его зовут Карлион Фолфа. Он знаменитый. И он просто он знаменитый. И он просто он знаменитый. Ладно. Большое тебе спасибо. Я так рада этому подарку. Когда я перееденусь, то отправлюсь в Маджулу. Я не знаю, где искать Милорда. Но, возможно, Маджулу самая подходящая миссия для поисков. Возможно. Главное, чтоб сейчас на меня толпа не налетела, а вот этих херовин. Хера, у меня 96 штук. Приветик. Так, давай так, чтобы я не убил девчулю. Так, что меня еще интересует, это брать и это удалить, да. И побежали далее. О, красиво. Перфект. Я понял. Понял, принял. Блин, плохо то, что им нужно по две тычки делать. Это очень плохо. Ну, слушайте, я хотя бы блокирую все его атаки, только я не знаю, он мне яд накинул или нет. Так, окей. Да, через раз прыгает. Эй, приятель. А ты, типа, гном? Ого, найс. Душа гордого рыцаря, человеческая фигурка. Как мне уже этих фигурок? 26, да, есть, отлично. Великолепно. Потрясающе. Надо, я рассмотрю все, потому что здесь может валяться еще что-то ценное. Самое странное, что... В темнолесе. О, я знаю, что это за локация. Я не хочу тут быть. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Мне нужно оружие ваншотное, желательно. Увячая душа. Ага. Найс. Сейчас бы камешки в меня бросать. Сюда, дуй. Блин. Может, все-таки стоит взять какие-то вот мечи улучшить за... Обычный. Все равно у меня дохера камней, которые я еще могу плюс купить. Если захочу. Плюс на меня сейчас еще будут эти нападать. Ключиками форосов. Хорошо. Как они называются? Вот эти хери нападать? В красы фантомы. Хотя красы фантомы должны нападать только когда я в человеческом образе. Хорошо. Найс. Ах... но не даже если так немного наносят это мяч или дубин когда ударил но здесь очень много должно быть фантомов красных душа гордого рыцаря человеческая фигурка поэтому тут тоже лишний раз лучше не рисковать и оглядываться за них молодой душ а я понял это как в первой части добыла а а а а а а а а Ой, ой, ой. Одно хп, одно хп, одно хп, одно хп. Ты сюда зайдёшь? Ну, он посильнее, как я понимаю, будет остальных тех. Я стрел чел накупил, мне всё равно. Я как бы могу и мечом тебя атаковать, но... М-м-м, опасно. Ну нет, за что, боже, нет... Я увернулся. Нечестно. Я увернулся. Пиздаемо. Я его просто с лукой расстреляю. Давай-давай, дуй сюда. Ну, то, что я с лука стреляю, и что я с этого стреляю, почти одно и то же. А если в голову стрелять? Короче, одинаково. Блин, а если б я класс лученька выбрал, интересно. Засёж. Я так снова не попадусь. Вали отсюда. На одного такого, по идее, 50 патронов должны уйти. Ну, давай-давай, а что ты хотел сделать? Что? А что ты хотел сделать? И... Вау, там... Топ-удар. М-м, прикольно. Бам. 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 А что? Куда мы? Бам. 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 Смотри, по тебе ещё две тычки. Где-то. Ой, даже одна, прикинь. Ой, бедненький. Так, а теперь нужно этих кусок поубивать. А, ни хера. Ахеровин, тут уже опасно. Кольцо с красным... М-м-м. Так, подожди, что мне дали? А, мне дали огонь плюс один. Ясно. Ясно, понятно. Прокидывай, сейчас ещё один будет. Здоровя. Ага. Ага. Привет. Сколько ты... Пронесёшь мне этого? Но это ты полностью вынесешь. Мастер солнца. Ау. Ага. Ну, я примерно... Примерно понял твой... Твое количество ударов. Да, щит у него очень хороший. Вот удар щитом я не хочу получить. Как-то просто. Символ короля, это что? Это уже вторая дверь такая. Монать, если это щит, вот этот, который они носят. Хм... Давайте попробуем... Действительно взять щит. Хотя, с теорией щита я могу проверить в этом. Сейчас, ладно, давайте сразу вещи повыкидываем. У меня даже есть такие две штуки. Давайте посмотрим как раз насчёт великана. Ну, великан по-любому возродится. Я даже не сомневаюсь в этом. Давайте, короче, на паузу поставлю, я его убью и продолжу. Ну, прикиньте, мне дали из этих чуваков топор. Ну, мелкий, который. Топор. Ну, урон немножко поменьше. Большой топор драконьего стража. Невероятно прочный и чёрный, как сталь, топор. Использует так. Исполинский воин Деной. И ночно храняет покой обитателя храма, пропуская внутрь лишь достойных этой части. Ну, ещё возьмём топор в руки, чтоб на всякий случай. А прикиньте, а рыцаря этого больше нету. Он одноразовый. Почему гигант, блядь, не одноразовый, а этот одноразовый? Так, хорошо, что мы можем вообще показать? Поехали. Во-первых, кольцо. Восстанавливает выносливость. Кольцо короля, где оно было, мы не помним. Клинок, левая гиганта, кольцо. На пределах, кошки, ястреба. Вот символ, вот символ. А, ещё топор, точно. Ну, ну, вот, у меня всё. М-м-м, прикольно. Ну, зато мы проверили. И много чего поняли, да? Значит, всё это мы пока что складируем сюда. И давайте, наверное, здесь тоже я немножечко всё поубираю. Души. Нечто каменее, приятного, ещё покаменевшее. Почему я это не могу брать? Так, нет, подожди, это оставим. Это типа приманки. Косточка пускай будет, кинжалы тоже убираем. Это даёт отравление просто. Установительный херь оставим. Ладно, всё. Ну, чё, у нас... А, всё, да? Нет, ещё сюда есть проход. Хм, что-то новенькое. Ну, я хочу их не сет. Броню. Шлем. Щит и меч. Щит прикольно выглядит в виде ястреба. Меч как сабля идёт. Формат сабля. Ну, по факту, это обычные зомби. Оу. Слушай, ты довольно быстрый. Урон, ничего такого вы не наносите. Большая душа гордого рыцаря, человеческая фигурская, мерцающий, титанит 2. Я могу ещё уменьшить на 2. Ладно, чтобы полученький, пидорасы, нигде не сидели в тихоре. А-ха. А-ха. Херни опасности вот этого челика. То, что он не отмечается. Так. Полукруглый топлодраконобор, свечит золотого сокла. Опа, щит как раз, который у них. А топор, это что новенькое. Любимый чёрный топор доблестного рыцаря Лутиана по прозвищу Рыцарь Бесщита в прошлом из Флорисы. Свирепый Лутиан был наподобие непобедим до тех пор, пока внезапно не покинул поле боя. После этого о нём ничего не было слышно. Говорят, он устал от беспомощности своих врагов и ушёл, чтобы сразиться с легендарным драконом. Хорошо. Щит похуёве будет. Щит золотого сокла. Маленький щит волгеринских сокольников. Так, издали он кажется сверкающим золотым соколом. Волгерские солдаты не слишком храбрые, поэтому на подмогу им было нанято отряд сокольников. По слухам, сокольники никому не доверяют и всегда требуют вперёд полной оплаты своих услуг. Но это не так страшно, потому что деньги они отрабатывают с лихвой. С лихвой, с лихвой. Так, я иду долго, значит мне что-то должны всё-таки дать. В туманную рощу я туда решил не идти. Ищи сильнейший душин. То есть я должен сюда был со своими душами этими прийти? Натуре. А представим, что их... А их же можно было это использовать, то... Ха. Фиг знает, ладно. Ну, дай попасть точно я уже не могу. Время шо у нас по временям. По времени всё так себе. Ну, во-первых, я мог пойти в темнолесе, но там будет тяжко, я понимаю. Довольно очень тяжко. Во-первых, там могут быть враги. Те же соколи, но на них вообще посрать, они почти урона не наносят. А вот кто может, на самом деле, мне проблему строить? Это эти... Сейчас, ладно, подождите. Сделаю всё. Призраки эти. Чёртовы. Дайте, наверное, всё-таки стойкость буду. Мне стамина нужна. Адаптация. Типа, в жизни тоже хорошо, но... Выносливость тоже неплохо. Больше урона наносить. Хотя, ладно, я буду вкачивать... ХП. Заметьте, то, что я в это место должен был... Ну, типа, я уже заранее прошёл крыс, помойку. Хотя, локации отмечены по порядку, которым я должен был проходить. А, давайте просто до смерти сыграем. Ага, вон уже херня это ходит. Тупые призраки. А, я понял. А чё так сложно? Ой, монатин уже как близко. Ну, чё ты не идёшь? Потому что я тебя вижу? Мастера по лукам я убью с лука. Мне просто интересно, я должен сюда с факелом приходить или без? А, тут заблудиться тяжко будет. Хотя здесь даже заблудиться будет как ни хер делать. Поэтому нужны камешки. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-. Чё ты не бти? Та-ка. Подруж tree с рамком я заблуд athletics-мам. Подружок к пар Tobias. А, rescはい. То же тут я тебе peux заботиться... Что я сделал? Понимаете, это орущее дерево. Блин, а мне вот интересно, а я могу поджечь эти? Как они называются? Блин, как переключить? Сейчас камни должны пропасть. И это нужно хуй восстановиться. Короче, ждите. Все, я нашел. Это КТРЛ. Что насчет факела? Ясно. Как говорится, факел хороший атрибут. Не, ну вот это стремное дерево. На превышку тебя возьму. Нормально сойдешь. Талисман Ллойда. Главное, чтобы эти камешки остались, когда я выйду с этого леса. Опа. Но это тоже, блин. За них еще плюс нихера не дают. Страшно вырубай. О, зараза. Ладно, давайте я леса тут сраны закончу. Чтобы мне стремно не было, да и все. Если что, просто придерживаемся угла. Не в первое счастье древнее кольцо солнца. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- своих любимых проливает за них крас красные как кровь слезы и считается что камень в этом кольце одну из ее слез а кольцо то неплохое но она весит очень хорошо древнее кольцо солнца странное каменное кольцо в котором заключена жар пламени набирает мощность при на нанесенном уроне персонажа затем взрывается нанося повреждения всем окружающим врагам не задевая при этом носителя наше дело как хороши так и неплохие вернуться к нам так или иначе волна что мне хватает четыре удара и и и и и и и и вы мне главное скажите куда мне идти так я нашел какой-то бугорок окей кольцо кларантия что за кольцо так а что за кольцо кларантия но где-то близко топает а все вижу он внизу бегает сейчас ко мне поднимается все ушел ну уходи так а все кларантия у да ладно подождите подождите а блин а не будет ли у меня перевеса я могу сразу два носить лампка нормально я чувствую лучше спуститься и потом опускаясь идти по стенке плевать на сколько серия выйдет но ребят тоже поймите локация в которую тоже ты еще раз не сыграешь о да ладно я нашел выход ууууууууух монать ну хотя теперь можно сказать что мы можем закончить серию да ребят а давайте сюда еще с поднимусь заберу то что там валяется короче здесь будут в основном призраки этим о и там что светится принципе постарайтесь забираем души и заканчиваем хотя я могу еще один раз попробовать перепрыгнуть использовать ароматическую ветвь но у меня осталась одна ну ладно понятно еще какой-то ключ ключ клык форме ключа чудовища странный ключ форме клыка дикого зверя что за монстр создал это ключ какой замок он должен открывать я не знаю что он должен открывать но я знаю что тут есть два прохода вниз туда и там где призрак слышали мы это с вами будем изучать поэтому всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте всем удачи и всем пока удачи